Всем привет! Сегодня мы увидим Богославицкое урочище, вблизи села Троицкое. Постараемся найти два озера, правда одно из них засохло, а второе озеро, которое еще живое, оно находится на северной части лесничества. Хочу вам показать табличку, это как бы официальный вход. В лесничестве проживают дикие кабаны, косули, даже олени встречаются, местные жители говорят, даже волки заходят. Видели здесь и барсуков, и генотовидную собаку. Ну, в принципе, все. Дальше больше. Смотрим. Зашли мы в южной части урочища и направляемся в центральную часть. Уже нам встретилась стая фазанов, много грибов. Напомню, что сегодня 6 ноября 2020 год. Урочище Богуслаевское, вблизи села Троицкое. У нас задача найти источник, пруд найти, то ли озеро, то ли пруд на северной части урочища. Не один человек рассказывал, который здесь проходил службу. Здесь половина урочища разделяет железная дорога, которая идет на Мариуполь и в сторону Херсона. Так вот, он здесь проходил службу и в ночное время слышал вой волков. Это подтверждали даже местные жители села Троицкого. Лично он сам видел здесь барсуков. Это краснокнижное животное Украины. Их очень мало осталось. Недавно были замечены барсуки на Хортице. Также здесь водятся кабан, косуля. Я уже это говорил, кстати, да, в начале. Ну, хотелось бы увидеть какое-нибудь животное сегодня. Может быть, встретим лесу или енотика. Вот такая здесь поляна. Очень чисто в лесу. Мусора тут фактически нет. Ну, классно здесь. Потрясающе такие густые засаждения. Напомню, что в лесничестве произрастает около 15 видов деревьев. Самое большее мы встречали по трассе, когда шли. Очень много клёна и дуба. Урочище совсем недавно основали Богуслаев, бывший депутат Запорожский. Примерно 20 лет назад положили здесь начало. Площадь урочища, если я не ошибаюсь, 1032 гектара. А площадь лесничества 2100, 186 гектаров. Примерно так. Эта часть относится к Семёновскому лесничеству. Вот здесь тут такая впадина, ребята, красиво. Такая благодать, именно гармония. Потрясающее место. Тут уже тропинка заросла, машины не ходят. Гляньте, какой тут резкий спуск. Круто. Ну вот, метров может 5-6. Склон такой. Воды не слышно. Мне человек рассказывал, что источник тут есть. Питьевой воды. Но это уже ближе к северной части. Так, тут всё заросло. Но мы будем прорываться. Так, остановим видео, ребятушки. GoPro, стоп-видео. Только выбрались с лесничества и еле вышли оттуда. Рачком шли, ребятушки. Ни одной тропинки не было. И вот мы вышли на железную дорогу, ребята. Красота. Вон вдали видно туннель. И железная дорога. Там у нас получается трасса. И видно вышку. Там, наверное, будет Новобогдановка. И трасса Мельтополь-Запорожье. Смотрите, тут какие видончики. Красота какая. На низу дорога видна. В той стороне у нас Троицкая. Там у нас Сосновый Бор. Вот это красотень. Класс. Видон потрясающе. Но озеро наше, аж на севере, за железкой. К нему ещё идти и идти. Вид, конечно, потрясающий. Ветерочек сегодня. Но я всё равно взлечу. Подойдём поближе к туннелю. Посмотрим, что там в закладках. Гранит или бетон. И будем продолжать своё путешествие. По урочищу. Сосновская. Глину добывали где-то. Ух ты, а мы на обрыве, ребятушки. Шиповничек растёт. Да, ребята, мы на обрыве находимся. Ну спускайся там. Там глина, здесь песок. Да. Смотрите. Глиняный обрыв. Жёстко, конечно, там пробирались. Колючки. Шиповник. Акация. Шо там? Давай, спускайся. Грибов много. Вот, кстати, поганка какая-то растёт. Опа. Не знаю, честно, что это за грибок такой. Шампиньоны пока не встречали. Шиповник. Ну пока всё, ребят. GoPro, соп видео. Дошли мы до туннеля, ребят. Здесь очень много гранита. И из ясняка валяется. Вот, пожалуйста, видите. Вымывает он всё. Я думал, с долей-то Минонитский туннель. Но я ошибся. Это у нас советы строили. А пол вымощен гранитом. Смотрите. Парка вся бетонная. Как будто постарай здесь и идёшь. Круто, конечно. А наверху железка у нас действующая. Которая идёт на Бердянск, Мариуполь. И в сторону Херсона, Одессы. Интересная такая локация. Так, интересно, тут у нас ступеньки есть. На этой стороне. Ну, сколько тут высота? Метров пять может. Плюс-минус. И тут гранитные глыбы валяются. Такие ровные, смотрите. Похожи на могильные плиты. Ровно, видите, как обработан на гранит. Их очень много здесь. Ребят, смотрите. Вот, вот. Опа. А тут уже видно обработка. Смотрите, ребяношки. Видите? Склон какой. Так. Вон ещё валяются. Вон ещё. Нет, тут ступенек нету. Придётся возвращаться мне в туннель. Может, это старые плиты от туннеля. Потому что минониты в 19 веке, в начале 20-го строили такие туннели. О, с гранита. Вот, например, партизанская балка в Запорожье. Там есть 5 туннелей арочных. И там, кстати, всё с гранита сделано. Вот, пожалуйста. Ботаничный заказ. Троицкая балка. Охраняется законом. Троицкая балка, да? Я тут первый раз, кстати, ребят. Сосны очень много. Красивое место. Глины очень много. Так, ну, попробуем забраться. Без ступенек. Ну, камни, конечно, интересные. Кубы такие гранитные, ровные. Нету тут ступенек. Так, даже не знаю, поднимусь я или нет. Как там вид? Красиво наверху? Глыбы. Ах, ноги колет. Всё в колючках. У меня ноги колят в колючках. Туннели, конечно, классные. А вот сверху, ребятушки. Спустимся. Кстати, в Запорожье есть туннели, на которых год высечен. Конечно, ходят. В ту сторону у нас на Одесское направление, а в ту сторону у нас на Мариуполь. Ох, какие заросли. Да иду, иду. Так, ну я порвусь. Сейчас, правда, она осина колет. Секундочку. Вау. Сейчас, ребятушки. Поднимемся наверх. Вот, не хочу остановить видео. Поднимемся. Осенние какие-то. Так. Ух ты, ёлки-палки. Нифига себе. Хищная птица. То ли копчик, то ли лунь, или сова. Вот еще одна. Двое сидело. Похоже на сову, ребят. Прямо тут в кусах сидели. Вон они летают. Пулюют на дичь. Фух. Уже фазунов столько видели здесь. Из хищников никого, кроме этих птиц. Так. Пс. Почва. Влажная. Какой вид он, ребята. Какая красота. Природа, имею в виду, Больского района. Так. Ну, почти. Наша главная цель найти источник и озеро. Опа. 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 Да вот. Пытаюсь залезть. Ух ты, ух ты. Опасно, ребят. Ах. Фух. О май гад. Так. Ох. Вот она железка. Я иду там под ногами. Две совы вылетают. Я там просто юнком еле. Вон гранитные плиты валяются. Видишь? Ну, ровные. Может, от старого моста. От туннеля. Ну, вид, конечно, красивый. А мы только что вот оттуда, ребятушки. Чуть-чуть через поле шли и через джунгли наши. Напомню, что озеро там. Так, где наши ступеньки? Опасные? Если бы мы прямо идти, мы попадем в Новобогдановку. И в Федоровку. Вот это ступеньки. Ого. Сфоткать? Так я хочу спуститься. Ну, ладно, ребят. Пока завершаем съемку. GoPro sub-video. Вот, ребятушки, я и добрался до пруда в урочище Бауслаевское. Этот пруд находится в северной части. Через железку надо пройти. Либо полями ехать с Старобогдановки. Троицкое проезжаете и будет Старобогдановка. По железке можно по прямой пройти. Но там такие хащи и заросли, что мама, не горюй. Полетал тут уже с дрончика. Красивые кадры будут. Озеро чем-то напоминает бикини по форме. Там у нас же лодочка есть. Можно посмотреть. Максимальная глубина. Сторож говорит до 5 метров. Плюс-минус. Этот пруд, ребята, находится в Литопольском районе. Корм для рыб. Могу ошибаться. Не рыбак. Тут дамба есть. Как Сторож говорит, озеро от природы. Раньше больше воды было. Вот еще одна беседка. Их тут много. Но рыбаков сегодня нет вообще. Плохо растет, видите. А вот Титаник. Ну шо. Берем лодку и... Вот она, Севастополь. Вот. Тут мелко, ребят. Вот еще Бугуславецкое. Опа. Че это? Алюминько? Или дюраль? Ну, в принципе, все, ребянушки. Бруд я нашел. К сожалению, единственное, что я не нашел, это источник. Но где-то там, где глиняные кручи, возле железки проходят. Я его не нашел. Может, когда-то найду. И сколько я бродил по лесу, животных я не встречал, к сожалению. Только фазаны. И все. И все. Больше никого не видели. А хотелось бы. Да, где-то там дамба уже у нас. Я совсем недавно узнал об этом месте. Смотрел карты на викимапии. Думаю, что за место надо поехать в разведку посмотреть. Ну, вот, приехал. Я еще две недели назад здесь был. Только с южной части, где Троицкое село. Там вечером приезжали, с дрона летал. Где красные деревья. Я снимал. Ну, фотки вы видели на фейсбуке. Так, 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 так. Кипичик какой-то. Думал, склипал. Где-то тут дамба, ребят. А если так прямо тулить, можно на трассу выйти. Мелитополь-Запорожье. В ту сторону у нас Новобогдановка. Там у нас в ту сторону Троицкое, а здесь Старобогдановка. А если чуть выше и прямо идти, там уже Минонитские села, Орлов, Света Долинская, Лихтенау, Альтенау Травнеа. А если чуть левее, то у нас будут там лютерани. Вейнау. Это у нас сейчас благодатная, бывшая Чапаевка. Там очень хороший мемориал. Ну, в принципе, все, ребят, посмотрели. Волков, барсуков и пруд мы не нашли. Будем завершать съемку. Моя малоподь, кившина. GoPro, стоп-видео. Моя малоподь, кившина. Моя малоподь, кившина. Моя малоподь, кившину. Сахарная н hvisгана. Моя малоподь, кившина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok